Всем привет, друзья! С вами канал Bon Appetit. Меня зовут Вика. Рядом со мной очаровательный Толя. И ваша любимая рубрика «Люди пробуют». Да, и сегодня мы будем пробовать отличить настоящую еду классическую. Пробовать отличить. Пробовать отличать. Мы попробуем отличить настоящую еду, точнее, к которой мы привыкли, классическую версию, от веганской версии, которую тоже можно есть. И мы попробуем сравнить, на самом деле, что вкуснее, и сможем ли мы это делать с закрытыми глазами. Я тоже пробовал какую-то веганскую еду, типа огурец. Что это? Это колбаса. Это сыр. Это моя руканье. Сыр? Да, вонючий, да, сыр. На ощупь, вот это вот веганский. Похоже на обычный российский сыр. Да, тут нормальный сыр. Вот тут вот соевый, а тут обычный. Да, вот это обычный. Это веганский. Слушайте, вот это стопудово веганский сыр, но он вкусный. Я вообще определю очень просто, очень легко. Это сыр, это сыр. Ну не такой уж он и вонючий. В смысле? Ну не вонючий. Сыр всегда вонючий. Это настоящий сыр. Это похоже на сало. Первый укус – это сыр, и пахнет сыром, но не сыр. Это обычный российский. Ну, да, очевидно. Это обычный российский сыр, но это какой-то веганский, но он вкусный. Это который я ела? Нет, это вот твой. А, ты передвинул? Тогда да. Ну угадали. Ну вот такое, типа, консистенция странная. Ты сразу понимаешь, что тебя обманули. Жесточайше обманули. Этот пахнет больше как творожное что-то, ну то есть как творожный сыр больше. Это корм. Ну не возьмешь хлеб, не намажешь туда маслица, не положишь этого сыра, потому что… Почему? Это вообще будет не бутерброд с сыром, это невкусно. Это не тоже невкусно, это по-другому. Я думаю, был бы хороший. Хороший можно сделать брускет с этим с сыром и с базиликом. А базилик можно есть веганом? Да, но они же едят траву. А ему не больно. Кому базилику? Кстати говоря, насколько я знаю, растения чувствуют боль. Задумайтесь об этом. Не причиняйте боль зеленым друзьям. Это самое лучшее, что если пока ничего не придумали? Нет, но есть можно. Если у кого-то непереносимость лактозы, то пожалуйста. Но если тебе плохо от сыра и молочных продуктов, то… Где мясо? Где ешь мясо? Вот и все логично. Лично мне реально больше как бы по душе обычный. Ну да, ну да, в нем есть молоко. И что? Ну есть молоко в этом сыре. Так и что, он не имеет права на существование? Я, например, спокойно плачусь. Я не каждый день могу есть мясо и в целом комфортно себя в этом чувствую. Вот. Ну и ничего не имею против, если кто-то его не ест. Если бы я был фермером, у меня была бы своя коровка, я бы ее доил, не пичкал бы, гадостью не поливал. Водил бы в барбершоп. В барбершоп водил эту корову, да. Сделал бы ей татуировки. Это что, мазик? Прикольно, неплохо. Пахнет вкусно. Это какао? Это сгущёнка? Это сгущёнка. Да? У меня, мне кажется, обычная. Вообще, детский корм. Тебе понравится. Это настоящая, а это соевая. Это соевая. Такая вкусная. Но она прикольная, да. Не похожа, она не совсем похожа на сгущёнку, это какой-то десант. В смысле, сгущёнка? Это сгущёнка, что ли? Вот это вегетарианская, сто процентов. Что это, Вика, вообще? Сгущённое молоко. Просто это не похоже на сгущённое, но вкусно. Нет, а как сгущается молоко? Просто это опять-таки соевое молоко, да? Мы угадали. Вот это обычное, а это вегетарианское. Это просто вообще индейский корм. Какая-то... По текстуре друга. Вообще, какое-то пюре. Это как пудинг-крем-брюле. Да, да, это реально похоже на крем-брюле, не на сгущёнку. Это не похоже на сгущёнку. На сгущёнку не похоже. Я не могу назвать это аналогом. Это не аналог, это просто очень вкусная альтернатива сгущёнке. Это десертик. Да. Ну, съедобно, съедобно. Ну, она более... Больше чувствуется у неё, что там есть какой-то загуститель, типа мука, крахмал или что-нибудь такое. Не знаю, какой-нибудь торт, короче, можно сделать, мне кажется. Классический такой домашний тортик. Пожалуйста, не делай хорошо. Это вкусно. Вот это реально нормально. Нет, мне не нравится это, потому что здесь, блин, они туда шандерахнули этого. Шандеровичем. В ваниле. Да какая разница, это вкусно. А это просто сжиженный сахар. А тут вкусно. Ну, тоже дохленно сахар. Ты что? Вот это? Это же пища богов. Я бы сгущёнку не стал есть вот так вот ложкой, как я сейчас сижу и жру вот эту штуку. В общем, вердикт. Это вкусно и чуть-чуть похоже. Одинаково. Как вам такой ответ? Ну, это просто, посмотри, ну, попробуй лошки. Не хочу, это похоже на яблочное пюре, переваренное ребёнком. А у нас просто есть, типа, что-то похоже на это. Мы его салат используем обычно. Сладкий. Ну, мой папа видел, ну, с сгущенка как будто. Салат. А с чем салат? Овощной салат такой. Ну, типа, там, морковка, капуста, там, типа, там, ну, про такие вещи. И сгущал. А, вы не видели, что я не езжу. Эй. Если что, серьёзно, веганы не едят мёд? Почему? Потому что пчёлы блюют мёдом, поэтому они его и не едят. В смысле они себе собирают? Они не могут в таких количествах, что они могут с ним сделать. И крадут всё, что она на работе. Олег, прикинь, если бы тебе вломились дома и украли все твои макеты. Ну, и слушай, если бы я производил столько макетов, с твоего пчела производит, ну да. Ну, что там из последнего? Ты модернизировал моё блюдо бананами. Не, ну, в смысле? Ну, бананы с рис. Ну, это плохо? Ну, это нормально же. У меня были овощи, грибы. Ну, да. И была какая-то штука похожа на рис. Томатная паста. И столько бананов там не хватало. Ты попробовала, ну, нормально получилось. Вообще, вот так получилось. Фу, б***ь. Что это? Ох, как пахнет, прям отсюда чую. Почему? Что это? Неужели веганы делают токсичные отходы из сои? Господи, фу, какой кошмар. Это что, это от вегана осталось что-то? Это рыба, да? Фу, я не люблю рыбу. Блин, еще и вареная, наверное, я тоже так себе любит. Ой, пахнет рыбой какой-то. Какие-то рыбные коктеты, мне кажется, это. Так, о, веган такой. Фу, что это? Фу, рыба воняет. Мне жалко рыбку, но... Я ее сошлать, да. Ну, все рыбные, как в лесу. Да, вот это нет. Это... Я последний раз ела такие в детском саду, мне кажется. Да, все, это улетит. Набрал? Да. Костей нет? Нет. Блин. Эх, это просто... Не, попробуй. На, дожди, попробуй. Да? Угу. Ты сразу все съела? Фу, что это? Да рыбная коктета съешь! У Толи это рыбная коктета с укропом, а у меня это не... Что? Ты это? Я взял? Да. Мискостей? Вот это обычное. Это вот прям как в детском саду. Да? А это соевое. Угу. А у тебя, если после тебя так сильно воняет, у тебя, значит, настоящее. Это вегетарианская у тебя сейчас рыбная котлетка? Мне не воняет, если честно. Ну, это веганская. Там примеси, там какой-то, ну, там что-то намешали, фаршик. А веганы не запаривались. Так, хлеб какой-то. Ну, это прям реально, как в детском саду. У нас немножко другой детский сад был. У тебя был салат со сгущёнкой, я поняла. Эй! И бананы с рисом. Смотри, а если бы тебе это не дали попробовать, а просто бы сказали, попробуй это. Назвала ли бы я это? Ну, ты бы сказала, что это что-то рыбное? Нет. Ну, просто я с собой не кайфую рыбом. Не кайфуешь от рыб? Вообще. Это веганская. Это котлетка вегана. А это курильщика. Вот это вот вегетарианская. А это обычная. В детском саду её взять? Ну, я бы это съел, да. Ну, я бы не был в восторге, как от стейка из красной рыбы, например. Да, ну. Мне кажется, она даже выглядит неаппетитно, если честно. Она реально как будто заветилась. А это аппетитно выглядит. Нормально. Я люблю барбекю. Это как будто бы пряный хлеб. Пряный, тёплый хлеб. Похоже, похоже на рыбу. Я не знаю. С первой рыбной котлеткой тебя. Так. Давай. Что нам поставили? Что это? Что это? Это салат? Что это такое? Что вы принесли? Что это? Я не заказывала это. Уберите. Неплохо от этого не будет? Нет. Я не люблю режуку. Фу, что это? Это что, веганский грейпфрут? Это творог, наверное. Ну, по запаху похоже на творог. А это нет. Это ни хер не воняет. Да. Это творог. Творог? Понятно. Дай. Дай. Ты что, плюнул туда или вытащил? Где дали? Какая дали? Какая ежка с ней дали? А, это творог. Так, это нормальный. Вот этот веганский. Бери эту. Это веганская. Я тебе кричу. Попробуй. 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 Которая, которая у меня сейчас в руках? Да. Ну, это очевидно. Ребят, тут ничего. Да просто соевым соусом все они поливают. Вот это попробуй. Гадость редкостная. Просто ужасная. Ну, ты почнешь, это творог из тофу. Это ужасно. Это не валялось рядом с творогом просто. Вообще никакого. Просто связь. Творог где-то здесь, а вот это где-то там, за горизонтом. Тебе напишут Толи, ты тряпаешь. Такая неженькая. Да. Такая не любишь творог из тофу. Вот он. Вот это обычный. Обычный творог. Это соевый. А я его ела. Ну, это вообще. Да. Гадость какая. Ублюдочный творог просто. Нельзя так. Это творог или ублюдков? Это тофу. Приятный аппетит. Это что? Тофу. В смысле? Это китайское что-то? Вот что я думаю по этому поводу. Я думаю, что соевая колбаса и обычная колбаса. Вот называть соевую колбасу вебинской. Это как? Это разные блюда просто. Понимаешь? Ну вот колбаса обычная. Я понимаю. Ну, Кать, пойми. Я просто хочу, чтобы ты меня услышала. Понимаешь? Я понимаю тебя и даже если ты спокойным тоном говоришь. Блин, ну это реально не похоже. Это вообще не похоже. Первую секунду касания с языком оно, например, растет. Ложки, да? То есть, да. А дальше это просто. Я просто, я бы с удовольствием ел и обычную колбасу, если бы она была вкусная, и соевую колбасу. Вот это бы я не ел ни при каких обстоятельствах. Потому что это отвратительно просто. Это нормально. Это не очень, да? Не знаю. Не, ну вот это чувствуется, что это как бы не творог. Оно пахнет как трава. Ну вот реально как скошенная трава. Вот когда ты просыпаешься утром вот это вот под окном. Вот это вот. Вот точно так же пахнет, как вот это. Оно как бы… А как это сказать? Жижа-ма-жижа такая. Долго не сказал это слово. Как бы это сказать? Жижа-ма-жижа. Вот это смешно. Я сказал слово. Какой я смешной. Какой я смешной. Он вообще такой клевенький. Анастасисуля. Докторская колбаса. Вспоминается киса Воробьянинов из «12 стульев хватит». Ну, потрогай. Это настоящая или веганская? Это, кажется, какая-то колбаса. Колбаса? Да. Докторская, наверное. Ну, типа такой. Это колбаса. Это колбаса. Я не могу отмечить. Вообще. Это как докторская, так как докторская. А, докторская точно. Ого, тут уже похоже на мясо. О, приколная. Вот это приятнее. Колбаса. Вот это настоящая. Вот какая? Да. По правую руку? Да. Ну, я как будто, я ем докторскую колбасу. А я нет. Похоже, она такая подгулявшая. Да. Это искусственная просто. И она даже на ощупь отличается. У нее какая-то шероховатость. У тебя соевая. Ставлю на то, что у тебя вегетарианская. О, мясо. Угу. А это мясо. Тут какая-то чушь. Ну, это конечно. Это веганская. Вот эта, которая бледно-розовая. Это веганская. Ой, это настоящая классическая. Как бы, если честно, мне кажется, что и в ней мяса как бы не много. Ну, я уже. Короче, это настоящая. Это веганская подделка. Я согласен. Ну, я уже посмотрел, конечно. И вкус соевого соуса он постоянно преследует всех нас. Пахнет. Идентично. Идентично этой. Слушай, я, похоже, фанат сои. Мне вот эта веганская колбаса тоже нравится больше, чем обычная. Я потенциальный веган. Да. Угадали. Я угадал. Молодец. Вот сейчас, если бы мне предложили выбрать еще один крючок, я, конечно, бы выбрал вот эту колбасу. Ну, если бы вообще ничего бы не было, я бы ее тусил. Ну, да. Вот это уже прямо как знакомое. Мне кажется, у вегетарианской более выраженный запах даже, чем у обычной. Ну, не знаю. Но, в целом, я бы не ту-нету не елась, тебе честно. Это гораздо приятнее пахнет. А это вкуснее. Ну, блин, ну, субъективно. Ну, не знаю, мне это нравится, колбаса больше. Да, Олег просто веган латентный. Да, стопудово. Я, если бы была веганом, то я бы не покупала колбасу, потому что это какой-то суррогат. Зачем тогда вообще вегетарианить, если ты будешь есть эту колбасу? Ну, на самом деле, она не похожа на настоящую. И зачем ее такую делать? Ну, я лично люблю мясо. Я его не ем тоннами. Я бы не смог, наверное, отказаться полностью от мяса. А, докторской вот этой колбасы, как нефть, я ел последний раз, наверное, в одиннадцатом классе. Фу, собачья еда? Курой какой-то пахнет. Собачьей едой пахнет, ну что? Вы собаку уже хотите делать веганами? Это похоже на какой-то гуляш. Такое вот похлебка, которая в столовой. На тарелку эту же стену. А я не знаю, что это. Это... Блин, вкуснее пахнет вот это вот. На, ешь вот это, это не вкуснее. Ты убрала у меня тарелку, а я не устал. Это так и было, да? Да. Непонятно. ОВЕК! Ну, где тарела? Я думаю, это вегетарианская. Ой, фу. Что это? Это вегетарианская, которая у меня была первая. Да. Только я вообще в целом не поняла, что это, если честно. То, что я ем, это не мясо. А где филка? Ну, это вкусно. Мне нравится. А это ложка? Все понятно. Я утратил навык отвлечения. Соевый. Ой, веганский. Что? Он нормальный. А ты понял, что это? Вообще нет. Я тоже. Понял. Ну, вот это вот не вегетарианская, а вот это вегетарианская. Да. Я не поняла, что это. Ну, это, судя по всему, мясо. А это не мясо. Вот здесь его мозг. Ааа. Котлетка. Ой, я люблю столовские котлеты. Ааа, я вижу, пахнет таким вот. Слушай, я не знаю, я не могу предположить закрытыми глаза. Ну, хочешь, блядь, себе я тебе подскажу. Мне кажется, что веганская все-таки у тебя. Все, Олег, ты. Я просрал. Ты просрал приз. Олег, ты тут как бы не это самое. А, ну да, очевидно, конечно. О, слушай, это прикольно. Это прикольно. Это вкусно. Это вообще разные шницели. Ты бы поняла сразу, что это не мясо или ты по сравнению с этим? Ну, по вкусу. Она же жуется такое, как будто это спанчбоба ешь. Это котлета. Она вообще никак не пахнет. Вообще. Почти никак не пахнет. И она даже какая-то безвкусная, что ли. Вот эта котлетка, вот в ней прям чувствуется батончик, маслица. По старой памяти съела бы его на школьную. Это и это. Это вкусно. Сюда бы пюрешечки. Ну, мне вот это вот блюдо, мне нравится. Сюда же что-то с рецепторами, Олег, ты становишься веганом. Ты уже не различаешь. Я бы на самом деле и одно, и второе съела. Если творог категорически нет, я даже не хочу представлять, какие сырники получат из этого творога, то из этого блюда получится. Не. Получится. Окей. Окей. Так, ладно. По делу. Слушай, если говорить про котлетки, ну, мне нравится соевая котлета. Я сам дома готовлю. Олег, поздравляй. Добро пожаловать в клуб. Придешь из блузки из подорожника на следующий выпуск. Может быть, это какой-нибудь йогуртик будет сейчас? Какой-то майонез. Это майонез. Мне сказали, что это мороженое. Все обманули, это майонез. Как-то твой майонез поприятней пахнет. Мини-майонезный. Ой. Что? Дай попробую. Фу, как ты мешаешь противно. Вот это веганский майонез. Вон там у Толи настоящий. Ты по звуку поняла? Да. А у тебя прям ужасно или так? Средне ужасно. А? Ты не будешь пробовать. Я не буду пробовать. Правда. Серьезно. Будешь? Ой. Я тоже не буду его пробовать. Это походу перемещали творог тот. Вот этот. Это вообще, это какой-то, это вот чувствую, я чувствую порошок. О майонез. Это майонез. Это вегетарианский. Да. Вот это майонез. Мне не нравится ни тот, ни тот, если честно. Ну. Ты себе могла горло проткнуть. Я же контролировала. Да. Ешь. Илья, вываливаю это на тебя сейчас. Я не шучу. Я снимаю. Я не знаю, не могу отлучиться. Конечно, я была бы уверена, что это соевая, я не знаю, зачем. Ну просто я хотела попробовать майонез. Это натуральный, да? Который возле меня стоял, это натуральный, да? Это майонез. Ну это обычно. Отлично, это веганский. Я не буду это есть. Нет, ты съешь или целую ложку. Или я тебе вывалю на это. Ты мне горло чуть не проткнул, давай ешь. Чтобы честно было, мне больно, а тебе неприятно будет. Давай. Нет, нет, мы... Зачем веганам искусственный майонез, который похож на порошок, который туда добавили какой-то глицерин, какой-то загуститель, какой-то желатин в этот майонезный порошок и сделали из этого не весь что. Фу, веганский майонез это обратно. Надо смешать с веганской колбасой и сделать веганские оливье. Он пахнет как что-то строительное. Как будто... А, как клей ПВА. Как клей ПВА пахнет. Вот оно что. Точняк. Меня смущает, что тут прям какими-то хлопьями, какими-то кусками. Ну, it does not even look sexy вообще, ну. Каюсь за то, что засунула Толя ложку в гламбе. Друзья, прошу, все лайки, которые предназначались мне, пожертвуйте в патреон Толиной харизмы. Куда? Ой, это что-то сладенькое, мне кажется. Да-да, сладенькое. Корицей пахнет, булочка такая. Нет, это пахнет не корицей, но чем-то сладко. Корицей, вот понюхай у меня корицей пахнет. Да, Толя, у тебя корица. У меня корица как-то. Это фалафель? Что это? Это бычья яйца. Что? Это конфеты. Это как-то от пирожного картошка. От пирожного? Этого картошка только туда-то пирожил. Это вот вегетарианская украина. Вот та, что у меня вегетарианская. А если честно, мне это нравится. Это ты? Это ты ел? Это я, да. А почему она такая длинная? Продолжай. Ну, это вкусненько тоже, точно. Да, вот тут неправильные. Неправильные. Неправильные пчелы. Определенно это. Но это тоже вкусно. Я не сказал, что это вкусно. Вот это вот веганское, то, что я сейчас вижу. Определение веганское, не веганское. А вот это вот не веганское. Что это? Оливия. Картошка? В смысле картошка? Это не картошка. У меня есть такое пирожное, но за это картошка. Типа как сирог? А, может это сирог? Олег, у тебя шоколад везде, на лице. Малютка. Малютка окампузил ты. Знаешь, она как мамка. Как я ненавидела, когда это делали. Что вы делаете вообще? Вы слюнявите? Прилюдно еще это мне вытираете в лицо свои слюни. Мать. Это контуринг. Переборщил, Олег. Блин, ну веганские десерты это вкусно. Всякие сыроедческие мне нравятся. Картошка. Да? Картошка? В смысле это картошка? Это пирожное такое. И внутри картошка? Она так называется просто. Картошка. Ну типа она коричневая, круглая, похожа на картошку. Нет. Это же желтая. Это, наверное, не веганская. А, я еще не пробовала. Я, возможно, вылезнул, но ничего страшного. Почему ты мне так же чисто не дашь? А ты откусил? Настолько же вытрепещущая просто вот эта тема острая, что еда отходит на второй план. Идеология. Вот. Идеология в вопросе веганства гораздо важнее, чем еда. Именно поэтому сегодня я так мало думаю о том, что ем. И так много думаю о том, почему я это делаю. И почему другие люди это делают. И чем я отличаюсь от этих других людей. И почему я такой, а не другой. Или это позвонил кто-то в советском союзе? Ну, по вкусу вообще не то. Тут... Ну, это тебе нравится? Сладкий. А тут что, не сладкий? Тут интересное. Там... Так что ты думаешь по поводу веганской картошки? Ну, слушай. Она похожа. Она не такая жирная. Но ты и я любим жирное. Да, это точно. Она же вкусная. Интересно. Они тоже вкусные? Не, спасибо. Кушай, кушай. Ну, это два разных абсолютно блюда. Ну, не похожи, Олег. Просто это такая высушенная. Это... Экскьюзми. Это пирожка-картошка на сушке. Веганская эта. Ну, вкусно. Нормально. Такие крафтовые конфеты, которые... Веганские, которые у тебя были, да. Здесь финик. Я бы не стал называть это пирожная картошка. Я бы назвал это... Шпакель дробинистый. Да, именно. Я читаю твои мысли, Олег. Это очень вкусненькая картошечка. Скажите, где взяли потом. Собственно, конфеты вкусные. Я не знаю, если это были трюфели, то, ну, типа, здесь супер очевидно было. Вообще не сложно было отличить. Они были совсем разные. Не знаю, как Толя, но я просто объелась уже всякой разной едой. И мне уже сложно сказать, хочу ли я быть веганом или хочу вообще отказаться от еды какой бы то ни было. Но, как бы, есть жизнь на Марсе определенная. Можно питаться веганскими продуктами. Другой вопрос, что не стоит на них сильно возлагаться надежда, что они будут похожи на творог или на любимую с детства там колбасу. Ну, то есть это будет просто какой-то другой продукт. Колбаса, когда заменяется мясо и рыба, то, не знаю, я, наверное, больше негативно отношусь к таким продуктам вегетарианским. Просто потому, что я не понимаю, зачем. Если ты вегетарианец, зачем тебе колбасу есть вегетарианскую? Или сосиски? Я видела, продаются сосиски. Скучают по сосискам? Можно выжать, если ты веган. Можно кушать веганскую еду. Ну, если нравится, пожалуйста. Ну, пожалуйста. В чем проблема, не вижу никакой проблемы. Просто не нужно осуждать людей, которые едят бекон. Ну, я просто тоже не вижу, я считаю, что это выбор. Бодипозитив, ЛГБТ, веганы. Экологизм, экосексуальность. Моргенштерн. И Моргенштерн. Ребята, вот и пошел к концу наш выпуск. Надеюсь, вам понравилось вот наш новый формат, где мы сравниваем еду. Пишите, опять же, в комментариях, что можем мы еще сравнить. Пишите, понравилось ли вам. Ставьте лайки. Обязательно поставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Следите и ждите нового выпуска. А с вами была Вика. Неотразимая. Толя. Обаятельный. И любимый канал Bon Appetit. До новых встреч, друзья. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...